Всем привет друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новый ролик по игрушке Мистер Мид версия 1.6.0. Мы продолжаем играть в обновления, вы мне подсказали в комментариях то, что на экстра замках появился какой-то новенький замочек, который будет в лаборатории, он секретный, что-то типа того, желтый ключ какой-то, то есть мне нужно сейчас на это все посмотреть. Я буду играть наверное на призраке, потому что с экстра замками, где будет их прям 6 штук, это только на экстриме. Ну еще на тяжело, ну вы сами понимаете, что я такой балбес, что вряд ли с этим справлюсь, а на призраке 6 дверных замков это будет легко. Ладно, тут короче пропустить, у меня стоит все нормально, так ну и запускаем. Пропустить это офигенная функция, действительно, что-то я как-то тупанул даже, вот то, что я сказал, что тупая там функция, зачем в менюшке сделали, можно было не в менюшке сделать, на самом деле офигенно, удобно, вот и необычно достаточно. Так, ладно, сейчас я буду открывать просто все, что вижу, просто все реально, потому что ключи могут быть везде, всякая фигня может быть везде, просто везде, 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 где только можно. И, кстати, смотрите, вот эта дверька больше не открывается, помните, там был код, который я не заметил из-за выдвижных ящиков, а сейчас это вообще полностью пофиксили, и теперь все работает идеально. О, зеленые ключенцы, уже, здравствуйте, это идеальненько. Так, открываем. Ага, смотри, дощечка сохранилась даже. Это очень круто, иногда она не сохраняется. Так, ладно, это понятно, все сделали, хорошо. Действуем дальше, что я не сделал еще. Ключ от машины я еще не нашел, хотя он, в принципе, должен был быть где-то здесь, но почему-то его нет. Ну, окей. Так, давайте, нам нужно как можно скорее пробраться к лаборатории, к этой нашей новенькой лаборатории, и посмотреть, что же все-таки за желтый ключ, и что прячется за той дверью. Так, сейчас надо... Опа! Ну, нет! Ой, мне подсказали в комментариях стрелять вон в ту штуку, от которой огонь летит. Стрельнул, блин, а она навернулась, он как тупо. Что ж такое-то? Вот мне реально всегда не везет с этой лампой дурацкой. Да, и давайте еще раз попробуем стрельнуть. Самое главное, все эти не профукать, потому что придется начинать заново, а это вообще отстой. Так, вон она сохранилась, прекрасно. Дротик. Текст, и давай вот сюда, и... Ну, совсем не сдвигается, ну черт возьми! Мне кажется, это провал, ребята. Мне сегодня капец не везет, что-то какой-то денек не очень у меня задался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не скину 100%, ребят. Просто стопудово. Она не скинется, мне кажется. Хоба. Ой, блин, повезло, ё-моё, как же повезло. Как же просто повезло. Ладно, хорошо, что моя ставка про не скинется не сработала. Я очень этому рад. Я просто капец как этому рад. Все отлично. Сейчас щипцами, короче, будем работать там. Чтобы на крыше выбраться, а потом притащим сюда их. И тут тоже все, что нужно, сделаем. Так, мистер Мит, добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Такс, и где же я их там видел? Ага, я уже не туда пошел. Сейчас мы возьмем и потащим их куда надо. Так, только я тут еще проверю быстренько все. Посмотрю, что тут, может быть, что-то еще найду. Ой, нифига, какой страшный звук был. Так, ухеюшки, ладно, бывает. Я еще просто не привык, видимо, к этому звуку. Поднимаемся быстро наверх. И отколупываем все вот эти вот гвоздики, чтобы они мне не мешались. Так, сразу выбираюсь на крышу. И с этой крыши я уже сейчас скину щипцы. Чтобы потом их аккуратненько перетащить. Все отлично, готово. Здесь мы сейчас перепрыгиваем на ту часть. Перебираемся на крышу. На сарайку, точнее. Такс, и у нас здесь кусачки. И все. Вот такие дела, в принципе. Кроме кусачек тут больше ничего и нет. Ладно, я понял, это обрубаем давайте. Сразу тащу обрубать там к лаборатории тоже проход. И вот сейчас мы посмотрим, экстра замки это будут они уже здесь прям проявляться? Или позже где-то? Даже и не знаю. Да, походу позже они будут проявляться. И с Амелией связано тоже это будет. Вот понятненько все. Ладно. Берем туда щипцы сейчас. Так, вот они. Вот блин, почему здесь убрали, а не пропускать? Как-то тупо. Сделали бы разрабы, что можно за карты погулять, побалдеть там, посмотреть, что есть. Мне кажется, было бы прикольно, если бы они поработали над тем, что-нибудь там сделать за карты. Это было бы вообще офигенно. Так, ладно, это мы уже можем открыть. А, кстати, смотри, паяльную лампу мы тоже можем сюда уже притащить. Почему нет-то? Такс. Сейчас мы это активируем. А желтый замок, здесь я его не вижу, кстати. Вот дела. Ну, давайте активируем датчик температуры в любом случае. Потом надо будет Амелию еще спасти. Здесь никакого желтого ключа я не вижу. Здорово, мистер Мицкий. Пришел у нас, значит. Здесь тоже экстра замков никаких супер нет. Так. Что новое-то добавили? Сейчас мы проверим. Может, той двери надо подойти посмотреть. Нет, какой желтый замок? Это что за обман? Не понял. А нет, вот. Желтый ключ. Нашел. А это же не от этой двери. Я-то думал, он от этой двери. А куда тогда? Стопарики? Не понял, что-то. А куда тогда этот желтый ключ-то подходит? Сюда, что ли? А-а-а. Он сюда. Просто новые ключенцы. А я-то думал, что замок желтый будет вот тут вот. И эта дверь откроется. А она-то нифига. Черт, вот я обломался. Блинский. Вот отстой получился. Совсем не то, что я ожидал. Блин, вообще жалко так-то. Ну, я даже не знаю. Может быть, как-то можно здесь через текстуры провалиться. Просто я так хочу узнать, что в той комнате... Просто жесть. Ну, по-моему, там какая-то темнота. Если мне не показалось. Даже не знаю. А да, еще, кстати, ребят, теория по поводу этих хрюнделей. Посмотрите вот сюда. Видите, это какой-то обычный девчачий браслет. И на ней еще нет номера. Может, даже не девчачий. На самом-то деле. На ней нет номера. А вот на этой, как его... На хрюшке, которая у нас там, есть номер. Так. Ага. Вот и желтый ключ я использовал. Я понял, блин. Так, окей, ушки. Ладно, давайте тупо допройдем тогда. Просто я немножко другого, конечно, ждал. Ну, ладно. Чего уж получилось, то получилось. Что-то как-то... Либо коммент не очень понятно написали. Либо я тупой. Смотрите. Хрюндель у нас под номером 13. Если там поискать в записях, то, в принципе, может быть, что-то можно найти. Просто смотрите, как рожится хрюнделя. Похожа на человеческую на самом-то деле. Хотя я хрюндели-то не знаю, как выглядят на самом деле. Прям так вот вблизи, если смотреть. Вот как вы думаете? Более человеческое у него лицо или нет? У этого хрюнделя. Даже я не знаю, это, честно говоря. Так, ладно. Что-нибудь из этого надо? Наверное, вряд ли. Я там еще от машин-то ничего не нашел. Ну, так вот. По поводу-то хрюнделя. Надо, в общем-то, сейчас будет с этим разобраться. Мне писали в комментариях какую-то теорию. То, что хрюнделя какой-то неестественный. И его сделали каким-то искусственным путем. Вот здесь вот не стормит. Ученый-то наш. Что-то с ним-то намутил. Где-нибудь тут есть про тринадцатый номер-то, а? Потому что смотрите у него как идет. Из человеческого, потом что-то среднее между хрюнделевским и хрюнделевским, да. И человеческим, потом хрюнделевское, да. И все готово. Здесь я номера не вижу. Либо еще не сделали, либо что. Что могло значить бы номер тринадцать? Вот этого я не знаю, конечно. Этого я не знаю. Здесь никаких следов по номеру тринадцать вообще нет. К сожалению. Опа, ребята! Я пробрался под текстурки. Теперь ясно, что находится за этой дверью. За этой дверью, ребята, находится Амелия как раз-таки, походу, да? Смотрите. Сто пудово, да? Да. Вот она, эта дверь. Вот я тупой, а. А я ее сразу-то не заметил. Зато смог пробраться под текстурки. Смотрите, ребята, как я это сделал. Сейчас покажу еще раз. Такое, кстати, можно много где провернуть, я думаю. Как я это тут? Ага, вот. Смотрите. Туда дальше не пройти, конечно, никуда. А, ну вот сюда, кстати, можно. Немножко-то. Продвинуться так-то. Ага. Но сквозь стенку ты по-любому не пройдешь. Что-то секретное тут можно? Нет, ничего секретного тут не увидишь. Блин. Ну прикольный способ, что могу сказать. Очень даже прикольный. Что тут сверху? Ничего, никаких секретов нет, а? Было бы круто, если бы с помощью этого можно было бы увидеть какой-нибудь секретик. Но, увы, видимо. Хрунель у нас так и остается. Ничего, в общем-то, не меняется. Ладно. Давайте, короче, сейчас допройдем тогда игру. В конечном итоге. С экстразамками. Блин, я думал, все-таки желтый значок. Ой. Как его ключенцы. Он будет о той комнате. А теперь я понял, что та комната вообще ни для чего, в принципе, не нужна. Только для того, чтобы спасти Амелию. Но, как бы, с той стороны, вот именно где я думал, она так-то ни для чего не нужна. Просто тупая фигня ненужная вообще. Мне в этом плане немножечко не повезло. Ну ладно, что поделать. Зато все, теперь наверняка знаю. Кот тут, кстати, тоже можно забрать. Вот, отлично. Знаю этот, как его, как немножечко по текстурку провалиться. Тоже офигенный способ посмотреть и уже понять, для чего нужна вся вот эта вот белиберда. Вот эта вот дверь. Хотя, в принципе, человек внимательный бы сразу понял. И даже бы ему по текстурке не пришлось бы проваливаться никуда там. В текстурке. Я, к сожалению, этого не заметил. Ладно, потихонечку открываем. Блин, а так-то здесь еще целый замок, а потом еще перчатку надо найти. Но вы мне писали в комментариях, что перчатка может быть не только в сарайчике, но и в подвале. И куда сейчас я, в принципе, пойду и посмотрю. Потому что без перчатки я все равно не справлюсь. Это по-любому текст. Проходим и идем в подвальчик. Аккуратненько, тихонечко. Никого не трогай. Нас никто не трогает. Все прекрасно, в принципе. Так, и перчаточка. Здесь ее нет. Здесь тоже ее нет. Офигенно. Офигенно. Походу, куда-то еще ее, что ли, могут засунуть, а? Ну, конечно, куда еще. Я вот этого что-то не знаю. Ладно, придется мучиться дальше. Искать где-то. Что еще-то остается? Погнали. Но я некоторые комнаты еще не проверил. Так что, вполне вероятно, что там где-нибудь да окажется. Но я впервые вижу, чтобы перчатка была вообще где-то в непонятном месте. Придется ее долго искать, наверное. Реально. Нигде нет. А может быть вы писали не про подвал, а про другое местечко? Блин, как же я как-то по идетски комментарий-то прочитал, а? Вообще, блин, невнимательно. Шустро-шустро, видать. И вот, в общем-то, это сыграло на качестве. А может, интересно, быть ключик где-нибудь за территорией? Ну, то есть, вон там вот. В той части. Я даже не знаю. А по ногам что? Сколько тут их вообще всего? Но, кстати, семь. И там вот одна с ботинком осталась на хрюшке, что ли? Я даже не знаю. Ладно, давайте сюда все-таки спустимся. Я проверю на всякий. Может, что-то тут да есть? Нет, увы, ничего тут нет вообще. Так, у нас новые проблемы, ребята. У нас новые жесткие проблемы. И что с ними делать? Я пока что без понятия. Блин, на стенку тут классную сделали. Смотри-ка, вообще не проберешься. Молодцы, разрабы. Ага, вот походу вы мне про какой сарайчик говорили. Не про подвал, а про сарайчик. Здесь еще и ключ от машины оказался. Нифига реки местечко интересное. Да, не только в доме может быть заныкана большая часть предметов. Смотри-ка, просто два предмета засунули вообще в сарайчик рядом с хрюнделем. Который весьма опасный-то, а? Весьма опасный тип. Зафигарит, нефиг делать. Так что на экстриме играть, ну, очень тяжело получается. Там со свиньей вот связываться, а там с мистер Митом. То есть везде тебя ждет какая-то очень жесткая фигня. Да уж, я не знаю, когда я на экстриме смогу это все пройти. Хотя, может быть, если приноровиться, это будет достаточно легко. Фиг его знает. А можно еще ему клевать. Там мистер Мита закрыть в доме. Хрюнделю. Хрюнделю вообще, кстати, убить вроде можно с помощью дробовика. Так что все будет окей. Ой, я не туда пошел. Надо за ключом. Мистер Мит-то ходит. Он так-то смешной чувак вообще. Может быть, он так-то добрый, если честно. Просто если бы со своим мясом ты не поехал кукухой, было бы все хорошо. А так, блин, сидеть там на фотках в человеческом местце, что-то как-то немножечко кукушкой поехал. Но что поделать. Ничего с этим не сделаешь. Ладно, погнали. Сейчас тогда этот, как его. Последний ключ достаем. Амелию спасаем. С новым экстра замочком. С таким желтеньким. Который, в принципе, просто добавляется как замочек. И все. Вот такие дела. Не знаю, может ли он где-то еще появляться, кроме лаборатории. Скорее всего, нет. Потому что вот вы мне в комментариях написали, именно в лаборатории он появляется. И он именно в лаборатории и появился. Вот такие дела. Но Камелии, кстати говоря, может быть и можно было бы отсюда как-нибудь пробраться. Это же хороший способ пробирания к ней. По идее. Не используя какой-либо ключ. Это же вообще удобно. Согласитесь. Только что-то я тут застрял. Ага. Ну блин, короче, работает не супер классно все это. Вот как бы в стене он ходить не хочет. А тут вот ходит. Интересно так. Нет, может быть сейчас, кстати, у меня и получится. Мистер Мид, кстати, меня может еще затолкать сюда. По идее так-то. Давайте попробуем ради интереса. Только предметов никаких нет. Да. А нет, вот есть еще синий ключ. Сейчас попробуем. Может быть... А, хотя, может он в режим призрака и не затолкает меня. Потому что он этот... Как его... Нет, по-моему, толкает. Так, ну давай. Толкай меня, мистер Мид. Нет, смотрите, по-моему... Нет, я сквозь него не прохожу. А что не так-то? Даже не знаю, просто помню, раньше был способ... То, что он тебя проталкивал за дверь. Но сейчас, видимо, не проталкивает. Так, давай-давай-давай, мистер Мид, иди сюда. И протолкни меня. В дверцу. Так. Давай-давай, мистер Мид, проталкивай. Нет, он сейчас перестал проталкивать вообще. Ну, короче, просто открываем. И прямо рядом с мистер Мидом я. Ага. А его уже нет, он пропал. Хотя был только что тут. И все, мы тупо сбегаем. Блин, ну как-то вот так вот, ребят, получилось. Серия, конечно, достаточно длинная вышла. Но если что, я там сокращу монтажики. Потому что долго искал там некоторые вещи просто, напросто. И все. Вот. Ну, желтый ключ посмотрели. За текстурку также выбрался. Вот. И на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok